Здравствуйте, друзья мои! С вами Вин Кондишн, в студии я, Александр Хоби Тиран и... Арна. И просто Арна. Традиционно мы просим вас подписаться на наш канал, иначе смысл всего этого мероприятия. Нам становится очень грустно, если вы не подписываетесь и не лайк. Сегодня я попрошу убрать от экранов несовершеннолетних, беременных, несовершеннолетних, беременных, потому что сегодня разговоры пойдут... О ЛЕГАСИ. О ЛЕГАСИ, друзья, О ЛЕГАСИ. Я думаю, нужно кратенько сначала сказать людям, что такое ЛЕГАСИ, как оно появилось. Просто, я думаю, наши юные зрители где-то слышали это, и как вообще этот формат появился. Он называется Тип Полтора, появился он примерно в районе 2004 года, существует до сих пор. В этом формате легальны практически все карты магии, за исключением карт, которые легальны только в винтаже, но этот список довольно-таки небольшой. В общем, ЛЕГАСИ — это праздник магии, праздник ностальгии и старых классных карт. Вообще, стоит ли новичкам слушать и играть в ЛЕГАСИ? Мне кажется, это для таких прожженных старперов, как ты, которые в детстве набрали себе гаек там и прочих черных лотосов. Как ты вообще оцениваешь? Кстати, тогда я не набрал, и очень жалею, потому что тогда были и Форса Уилл по 20 баксов, и Вейсланды по 5 баксов, а сейчас это все 125 и 50 и так далее. Да, или репринты в мастерцах. Да, или там дуалки были по 20-25, а сейчас они 125 и так далее. Буквально лет 10 назад еще. Возможно ли вообще новичку начать играть в ЛЕГАСИ? Можно, есть относительно дешевые колоды. Преимущество в том, что формат нератируемый, метагейм хоть и меняется, но не настолько жестко. И если забить пул определенным количеством таких вот базовых стейплов, то можно будет собирать несколько разных колод. То есть, очень много карт в колодах пересекаются. То есть, есть вот по комплекту некоторых определенных очень крутых картчик, они могут использоваться во многих колодах. Те же самые дуалки. Ну, главный плюс ЛЕГАСИ, как уже озвучил Арн, это то, что эта колода на века. Ты ее собрал, и ей играешь. Такой проблемы, как в стандарте, что она отротировалась, вообще нет. Да, могут быть баны. Но они всегда минорные, ну и дуалки-то все равно не побанят. Вот, и в преддверии того, что в Москве проходит уже в который год большой чемпионат по ЛЕГАСИ, на который встречается чемпионат России по ЛЕГАСИ, который под эгидой ТОПДЕКа, под эгидой Сергея Пидана, Сергей, ты большой молодец, проходит большой чемпионат. И как раз к этому мы решили приурочить небольшой обзор формата и, собственно, метагейма. Что ж, Арн, я замолкаю, а ты поветай нашим юным и не очень друзьям о том, что сейчас представляет ЛЕГАСИ в России и в мире, так как Арн довольно часто ездит по зарубежным турнирам, и у него довольно большой охват и опыт в этом. В любом случае я мониторю все, что происходит. Я буду говорить о четырех турнирах. В них будет чемпионат Финляндии по ЛЕГАСИ, который прошел в октябре в прошлом году. И для некоторых из этих турниров я не просто буду говорить, какие колоды были в ТОП-8, но в том числе ТОП-16 или метагейм и так далее. Я буду говорить про последний Star City Legacy Open и Legacy Classic, который прошел там же, в те же выходные. Это было 4 марта, то есть относительно недавно. И плюс в прошедшие выходные прошел Гран-при Мадрид, который хоть и был Team Constructed, то есть там были команды из трех человек, и только один из этих игроков играл в ЛЕГАСИ, второй, соответственно, модерн и третий стандарт. Но, тем не менее, это был отчасти и ЛЕГАСИ турнир, достаточно крупный. И мы, соответственно, охватим, какие колоды были в ТОПах, и для некоторых поговорим о метагейме в том числе. Давайте сначала рассмотрим, соответственно, ЛЕГАСИ ОПЕН и ЛЕГАСИ КЛАССИК ВУСТЕР СТАР СИТИ 4 марта. Передо мной ТОП-8 листы, плюс 9-11 место. Для ЛЕГАСИ ОПЕНа мы получаем как минимум 5, если отсекать после 11 места Гриксис Делверов. Мы получаем Эльфов на втором месте, мы получаем Чудеса, Мираклы на четвертом месте, Земли на шестом, на восьмом Эльдрайзе Стампи, на девятом Турбо Деппс, то есть Земли только гораздо быстрее, гораздо более сфокусированным. На десятом там Четырехцветный Дефблейд, то есть прослеживаем тенденцию. Немного поразнообразнее ЛЕГАСИ КЛАССИК в том плане, какие колоды были там. На первом месте это Монокрасная Стампиа, на втором Тошниловка Шторм, на третьем, на пятом и на одиннадцатом Гриксис Делвера, опять же Земли на четвертом и седьмом, Четырехцветный Дефблейд на восьмом, девятая и десятая ДНТ Дефентаксис, то есть Белая Виня. В общем, мы прослеживаем то, что из всех этих колод мы можем выделить несколько основных категорий. Это синие темпы колоды, такие как Гриксис Делвер. Мы можем выделить такой мидрейндж в виде земель, которые не комбо-колоды. Единственное, у нас комбо-колоды, помимо Шторма, Тошниловки, это, можно сказать, турбо-земли, турбо-депс. Ну, эльфы еще в каком-то степени, но, по сути, это зеленые агры с комбо-аутом по праздникам, небольшими сплэшами, но, по сути, в топах вот этих двух турниров у нас в основном это какие-то не синие колоды на существах, где можно иногда выигрывать комбой. Комба за счет земель, за счет того, что мы делаем большого 20-20 токена в землях, и синие темпы колоды. Ну, и такие вот интересности, как моно-красная Ампризон или Стампя, то есть колоды, которые как раз охотятся за всеми честными колодами и пытаются им насолить. Ну, сюда можно отнести ДНТ Дефентаксис, Белая Виня. То есть мы либо играем синим темпом, либо играем другими колодами на существах, которые пытаются насолить и испортить жизнь вот синим колодам. Дальше переходим к метагему, чемпионат Финляндии по Легаси в октябре прошлого года. Ты в нем участвовал? Да. Я его играл, не очень удачно, но получил мноре удовольствия. На чем? Чем я играл? Эльдразями. Это был не настолько огромный чемпионат, но тем не менее, было 12 грексис-делверов. Сколько всего человек было? Где-то человек 70. А сколько? У нас обычно собирался. Примерно так же. То есть, что там, что здесь где-то от 70 до 100 обычно набирается. В зависимости от года и так далее. И в какое время года он проводится. То есть в некоторые сезоны людям просто не очень удобно. Когда это, допустим, летом, то самое шикарное. Вот, 12 грексис-делверов, 6 колод красного бурна было на чемпионате Финляндии, 5 эльдразей, 4 агрелома. То есть это, по сути, земли. Те же 4 султай без делверов, 4 шторма, 4 ДНТ, 4 султай шардли с агентом, 3 држа, 3 красных стомпи, 3 уэр-делвера. Колодок, которые, мне кажется, многие недооценивают. 3 омнитела, то есть, по сути, как сникен шоу, то есть моносиние, где через амнишн скрутится. 2 пакса, 2 стомблэйда, 2 реаниматора, еще 2 красные стомпи на гоблинах, 2 джескай стомблэйда и 2 султай делвера. И дальше по одной копии всякого разного интересного. Сник атак, инфект, эльфы. Делвер такой, Делвер другой. Насколько успешно работают колоды, которые, скажем так, не очень попсовы? Зависит. То есть, если хорошо отполированный и заточенный билд, с хорошим сайдбордом, хороший пилот, который знает формат, знает все остальные деки, он наиграл этой колоде достаточно матчей, то здесь, как и в модерне, то есть, хорошо оттюненный билд, плюс хороший пилот, знающий формат, вполне может хорошо вывести. Так, топ-8 колод, которые вырвались наверх на этом чемпионате. Гриксис, Делвер, дальше четырехсветный Леовольд. Да, это четырехсветный Стоунблэйд с Леовольдами и Стоунфоршмистиками и целыми четырьмя Трунейм Немезезами. Это лучшая рыба всех временных народов, мне кажется. Ну да. Которая, типа, мы выбираем оппонент, и дальше он страдает. Куча классных синих спылов, сварды, дикей, джейси и так далее, эквипменты. Дальше очень интересная колода, это моно-черный Покс. Всего с восьмью существами и четырьмя мэммлодами в колоде, но колоды умеют еще убивать, по сути, другими вариантами из сайда. Но в основном, да, то есть иногда, когда игра залочена, там хватает всего-навсего одного существа, которое ходит в атаку на два, просто десять ходов и все. А все остальное портит жизнь. То есть пачки дискарда, пачки сикарфайс существ, пачки ремовала, четыре чалюса. У нас есть те колоды, которыми я бы не против играть как бы и завтра, на самом деле, потому что она простая, и она против всем жизнь, и у нее все хорошо. И еще одна очень классная колода, против которой я играл, почти поборол. Многие недооценивают, поскольку она не настолько сильно светится, чтобы все на нее точились, но о ней все прочники знают. Это красная стампя, Владмун, Чалис, Тренисфера, Чандры, Мосты, Магус, Луны, и все в таком духе. То есть Луны, 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 Чалис и Тренисферы, Мосты, то есть в атаку оппонент не ходит. Да, это такой, типа красного стакса, без стакса. Монобаза очень простая, 11 горок, 4 тамбы и 4 сити трейтерс. Ну, здесь самое дорогое, это сити оф трейтерс, которая около 140, по-моему, да? Ну да. Ну, в этой колоде еще 4 хромокса есть, поэтому, ну ладно. Ну, их можно найти. Да, и сайдборд очень красивый. Дальше Гриксис Темп, ну, Гриксис Делвер, причем Роман Николаев, то есть питерец, который единственный тогда, в тот год зашел в ТОП-8. Очень много питерских игроков приезжает туда на чемпионат Финляндии каждый год. Ну, да. И в среднем от 1 до 3 каждый год проходит ТОП-8. Молодцы, ребята. То есть, как минимум, 1 обычно проходит ТОП-8. Если никто не прошел в ТОП-8 из питерской делегации, то это очень странно. И Эльдрази, который не быстрый, не с ТОП-8, а который обиг Эльдрази с грим-монолитом и чуть более толстыми мужиками. Но в основном примерно все то же самое. Билд, который, как бы, имеет право на существование, но мне нравится более, как бы, темповая версия. Дальше Дрэдж. Ничего необычного. Зелот есть. В сайде больших мужиков нету. Мейном их тоже нету. То есть, очень такой квадратный, надежный, стабильный Дрэдж. Видимо, работа. То есть, никаких извращений, типа, Ионы в сайде и так далее. Еще один Грикс из Делвер. Тоже без совершенных дикостей. Единственный там сайдборд, как бы, 1-1-1 из такого раздела. И под конец можно сказать про Гран-при Мадрид. Это был командный Гран-при. Но каждый пилот, точнее, один пилот из каждой команды играл Legacy. А два других? Модерн и Стандарт. Интересно. Первое место Эльдрази. Дальше четырехсветный контроль. То есть, я подразумеваю, что это Stoneblade с Леовольдом, Мистиком и Неймис за Мейджейсами. Третье четвертое. Это красная Стампя. Тим Америка. Дарк Депс, то есть, Турбо Земли. Какой-то Блэйд-Контроль. То есть, видимо, на Мистиках. Канадский Трэш-Холдс. Гриксис Делвери. Две штуки из земли. Еще один Гриксис. Тошниловка. Красный Стонпи. Медленный Салта. И внезапно УВ-Контроль. То есть, чудеса, имеется в виду. То есть, никаких, ничего сверхъестественного. Ничего того, что нельзя ожидать. И в заключение лишь скажу, что мои личные рекомендации, чем играть в Чемпионат России и вообще в Легаси, если идете на крупный турнир, ожидать кучу синих колод и меньше нечестности, меньше комбы, то можно смело идти либо к красной Стампе, потому что она, по сути, должна выигрывать у всех честных синих колод, у темповых колод. Меньше, конечно, у чудес, потому что там больше контроля идет. Покс нормальный, тоже будет портить жизнь это всем честным синим колодам. Эльдрази какая-нибудь версия тоже вполне заходит из-за чалисов, из-за того, что это агротемповая колода. И если у Делвера или там какого-нибудь Стомблейда немного не зашло и медленная раздача, то Эльдрази могут очень быстро наказать это все. Эльфы мне нравятся, но единственное, что они отъезжают от чалисов. То есть в этом плане сложно. Конечно, там иногда и Мейном. Мейном есть ответы и сайдом дикее. То есть Мейном они достают рекламейшн сейджа, то есть умеют ломать через зенит, находить, ломать. Но неприятно. Если бы с той чалис, то да, весь темп сбивается. Но это колоды, которые также относительно неплохо играют против честных синих колод. И ДНТ, которые тоже примерно средненько играют против всего, по сути. Вот мои рекомендации. Бытует такое мнение, что Легаси это такого рода пасьянс, когда два игрока встречаются, шавлят свою деку, раздают руки. И как бы там в зависимости от раздачи, победила, не победила. И там как бы все понятно. Так ли это? Что вот игроки показали друг другу, и один из них сказал, ты победил. И давай следующий. Это случается, но гораздо реже, чем казалось бы. Зачастую, если играют это две синих темпы колоды, то там может быть... Они могут первые не успеть доиграть, потому что там угроза ответа, угроза ответа, угроза ответа и так далее. То есть просто гридинг. Так что не ведитесь на вот эту непонятную пропаганду и на эти мифы. Легаси это вполне себе интересный формат, где можно играть интересными техами, играть долго, интересно и насыщенно. Друзья, у вас есть еще время подумать над своими колодами перед субботой, перед чемпионатами. Мы туда тоже пойдем, снимем какой-нибудь зубодробительный материал, поснимаем всяких прошников, может быть, выпыты у них парочку советов, чтобы вы могли найти свой венкондишн. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok